Приветствуем, друзья, смотрите холодильные новости за понедельник, 18 декабря 2023 года, на нашем канале. Кэрриер объявляет о продаже Global Access Solutions компании Hanaval. Технический семинар для представителей АПК прошел на заводе Reefcool. Новую морозильную камеру для хранения плазмы крови установили в Иркутске. Завершается строительство третьей очереди производственно-складского комплекса в Солнечногорске. Торгово-логистическую базу для сотрудничества России и Китая планируют создать в Башкирии. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Кэрриер объявляет о продаже Global Access Solutions компании Hanaval. Корпорация Кэрриер Глобал заключила окончательное соглашение о продаже своего подразделения безопасности Global Access Solutions, в которое входят ведущие отраслевые бренды LNLS-2, Supra и Aniti, компании Hanaval, подразделения Global Access Solutions компании Кэрриер, насчитывающие около 120. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Технический семинар для представителей АПК прошел на заводе Ревкул. На заводе Эквот, Ревкули-Квод, состоялся технический семинар, проведенный сотрудниками Эквот, Термокули-Квод, совместно с Национальным союзом свиноводов. В мероприятии приняли участие технические специалисты из крупнейших предприятий АПК. На семинаре с докладами выступили 9 спикеров. В семинаре участвовал. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Новую морозильную камеру для хранения плазмы крови установили в Иркутске. Новую морозильную камеру для хранения плазмы крови установили на Иркутской областной станции переливания крови. На приобретение оборудования из бюджета Иркутской области выделили 63,7 млн. рублей по программе укрепления материально-технической базы учреждений госпрограммы «Развитие здраво». Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Завершается строительство третьей очереди производственно-складского комплекса в Солнечногорске. Холдинг «Строительный альянс», крупнейший подмосковный застройщик коммерческой недвижимости в формате «Подмосковье Индастриал», завершает строительство третьей очереди производственно-складского комплекса в ГО «Остров Солнечногорск», сообщает пресс-служба Мининвеста региона. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Торгово-логистическую базу для сотрудничества России и Китая планируют создать в Башкирии. Особая экономическая зона ОЛГА в Башкирии рассматривается как площадка для размещения кооперированной торгово-логистической базы в рамках программы «Развитие Великого Шелкового Пути». Условия реализации данного проекта обсуждались в ходе переговоров между представителями Китайск. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу. Продолжение следует...